Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, здравствуйте, пишите вы, меня зовут Илья, мне 36 лет. Первое, что сразу бросается в глаза, это, пожалуй, то, что вы делаете акцент здесь на возрасте. То есть, ваш возраст для вас имеет значение, то, что вам 36 лет. Я бы хотел уточнить, какое значение имеет для вас возраст, если это правда. Развод остаётся в 15-м году по инициативе бывших жен. Ну, развод всегда разный, потому что разрываются привычные модели. Взаимодействие, вот, разрываются привычные схемы взаимодействия, вот, человеку приходится адаптироваться к новым обстоятельствам, вот, объективным, плюс ко всему прочему. Это ещё и больно, потому что вы расстаёте с человеком, который вам явно не тяжелый, вот, а боль, возможность прожить боль, как бы, если далеко не вся, далеко не вся. Вот, поэтому, ничего удивительного, что, помимо того, что для вас, в принципе, развод – это тяжёлая история, вот, помимо этого, ещё и не было возможности, очевидно, поплакать. А, кому-то, да, не было возможности попереживать, ну, попереживать от этого момента, вот. Поэтому много боли у вас невыраженной, на мой взгляд, имеется, имеет место, ну, имеется много невыраженной боли у вас. Вот, поэтому я бы, здесь, вот, вёл бы, к тому, чтобы, вот, несколько просить вам, вам, вашу боль, отболеть её. Вот, мне кажется, это достаточно важно. То есть, развод – это всегда травма и работа, работа с разводом, с травмой и разводом – это всегда работа с болью, ну, как с любой травмой, в принципе. Вот, дальше. Брак и разводный процесс был для меня очень болезненным, и до последнего пытался сохранить семью, так как считалось, что всё решаем. Но, смотрите, вы говорите о том, что пыталась сохранить семью. Семья – это больше про безопасность. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Может быть, это больше про то, что я хочу, например, ну, чтобы у меня всё было хорошо, я хочу быть полноценным. Если у меня нет семьи, то я не полноценный. То есть, понимаете, основная штука в том, что желая сохранить семью, игнорируется личное отношение, понимаете? Вот. И получается, что семья для вас имеет особое значение. Не в том смысле, что семья для вас не должна быть значимой. Семья отношима для каждого из нас. А в том смысле, что вы, в данном случае, в контексте взаимоотношений с своей женой, пытаясь сохранить семью, были ориентированы не на неё, а на себя. И, соответственно, вы таким образом подпадали под её влияние. Вы таким образом были и являетесь, вероятно, зависимым от неё. Зависимость здесь связана именно с тем, что вы хотите в семье для себя получить. В семье можно и нужно получать то, что вы хотите, но важный момент, что это же можно и нужно получать из других источников. Потому что, ну, семья у вас может и не быть, да, то есть человек, с которым вы вместе, да, может и не захотеть, в принципе, с вами в отношениях быть. Вот. Это нормально. Дальше. Так, я думал, что всё решаемо, но, мне кажется, здесь у вас рационализация имеет место быть, потому что, ну, как бы, то, что решаемо для вас, может быть не решаемо для жены. И, наоборот, вы здесь, мне кажется, обесценивать в какой-то степени её. В течение следующих пяти лет я всё время ввёл диалоги с бывшей женой на себя в голове, пытаясь высказать то, что у меня на душе, пытаясь профессиональности, но легче меня от этого не становилось. Ну, надо сказать, что высказывать о себе, высказывать кому-то, это не то же самое. Это первое. Второе. Собственно, как вы пришли к тому, чтобы высказывать своей жене что-то, что-то, вот всё, что вас нарушило, что вас нарушило, собственно говоря. Нарусило вас, как мне кажется, разочарование. Вообще, у вас неоправданные надежды, ожидания. Так, всегда оставалось чувство невысказанности. Я вам охотно верю. Важнее, как вы высказываетесь. Как вы вообще обращаетесь со своими чувствами. У меня есть ощущение, что склонны вы себя подавлять. В данный момент я стою в отношениях с прекрасной женщиной. Я хочу отступить в брак, но канаты прошлого не дают мне покоя. Вы знаете, я могу быть не прав, но мне кажется, что в какой-то степени брака вы боитесь. Вот почему-то у меня возникло такое ощущение, что вы можете бояться брака. Первый брак у вас не сложился, второй брак у вас не получается создать. Вот. Мне кажется, есть у вас одновременно большая потребность в браке, да, в семье. Но самого брака, как мне кажется, вы боитесь. Вот. Самой семьи. Вы хотите семью, но брака вы боитесь. Мне кажется так. Вот. Потому что, вероятно, человек в себе вы не очень уверен. Вероятно, что человек вы тревожный. Вероятно, что человек вы в какой-то степени мнительный, боясь конфликтов. Вот. То близко подпускать к себе человека для массы достаточно тяжело и трудно. Ну, то есть, рисковать, скажем так. Дальше. Я... Вот вы видите, да, что канаты просто не дают мне баковать. Ну... Это вот нужно прожевать. Я хочу обробить их. Вот это вот не очень хорошая идея. В том смысле, что, естественно, вы не обязаны помнить то, что вам, ну, не надо, не нравится. То, что вы не хотите и так далее. Никто, как бы, не говорит о том, что вы должны все это помнить. Но, важно понимать, что это история вашей жизни. Это опыт. Это некоторые события. И вам нужно принять этот свой опыт, каким бы он ни был. Выезжать от него пытаетесь убежать. И убежать вы от него пытаетесь не случайно. Чтобы сохранить, как бы, текущую конфигурацию своих, своей личности. Но, если вы опыт примете, вы изменитесь на меня. Вы, мне кажется, боитесь. Поэтому, как бы, не случайно. Прошлое вас тянет назад. Вот, помимо этого, я, как бы, вижу, что вы говорите, насколько прекрасно, вот, ваша женщина текущая, текущая. Но просьба оказывается сильнее, сильнее. То есть просьба вам интереснее, чем в настоящем. И это тоже не случайно. Связано это с тем, что в настоящем и в будущем вы не прислушивайтесь к себе. Опять же, это моя гипотеза. Я могу ошибаться. Но, вот, выглядит все вот таким, таким немножко образом. Дальше. Бывшая жена оставила бы главу семейного счета. Финансы. Почтается, дорогая машина. Классиры для меня, в первую очередь, чувствуя и доверия. Случайно ли, что с такими ценностями вы выбрали такую супругу? На мой взгляд, на мой взгляд, нет. Очень часто я слушал о поступке, в которой ходили отношения, кто угадал на второй план. На первой вы ходили деньги. На вторую. Мне кажется, что вы нуждаетесь в отношения. Вы хотите близости. Но, мне кажется, что вы не знаете, как в этой близости себя вести. Мне кажется, что, нуждаясь в близости, вы дискредитируете себя. Мне кажется, нуждаясь в близости, вы принижаете, обесцениваете себя. Теряетесь в другом человеке. Вот. Конечно, конечно, опять же, я могу ошибаться. Конечно, опять же, я могу быть неправдой. Вот. Но, так это немножко выглядит. Дальше. Так. Там, где слила выгода, семья была на вторых ролях. И вычислила себя в небезопасности. Или я. После годы я понял, что Эспрессер такой человек миражный. Но более обидит от того чувства, что были развинуты на второй план. От того, что чувства были развинуты на второй план. Я думаю, это связано с тем, что вы сами. Вы сами. Это двигались на второй план. И вам будет больно принять, наверное, что вы сами свои чувства считаете структурными. То есть, насколько вам важна семья. Насколько вам важны личные отношения. Насколько вам важна эмоциональная близость. Настолько вы отодвигаете это все на второй план. Ради того, чтобы человеку удержать. То есть, вы пошлите противоречить себе. На первом месте чувства. Но я готов на все, чтобы человек был со мной. Для этого я готов, в том числе, отодвинуть свои чувства на второй план. Отсюда будет. Ну, мне так кажется. Отлично. Ну, помимо некого такого просто пласта боли, который просто в принципе есть. Дальше. Так. На днях назвал, свою женщину назвал именем бывшей, который был провалиться в подземных. Ну, а что? Здесь раз. Как бы, стыд, вина. Вот. Как сказать. Пионерский набор. Для. Для. Человек, который себя обесценивает. Потому что. А. Понятно, что ничего хорошего. Приятного. Для. Кого угодно. Если его называют именем другого человека. Особенно именем бывшей или бывшей. Нет. Но. Если. А. Так назвали. А. Значит, у человека есть определенные переживания. Переживания. И. Как минимум. Эти переживания. Никаким образом не связаны. Собственно. Э. 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 С вашим. Текущим. Партнером. Ну. Просто. Просто потому что. Вот. Просто потому что. А. Получается. Что. По вашему мнению. Это должно. Задевать. Эм. Вашу. Вашу. Ну. Вашу женщину. Это должно. Задевать. Вот. Всем конечно. на мой взгляд, согласиться довольно сложно, потому что, повторюсь, к ней это отношение не имеет, но вот к обесцениванию своих переживаний, то есть ваших переживаний, вам, вам еще своих собственных переживаний, это отношение имеет прямое. Вот. То есть я буду пытаться заталкивать свои переживания как можно глубже, вот я буду стыдить себя, да, и винить себя за то, что он назвал, значит, свою любимую именно другой женщину, вот, но при этом, при этом, как бы вот так сказать, полноценно прожить эти чувства, полноценно проживать эти чувства я не буду. Вот. Вы, конечно, говорите, что ваша девушка оказалась понимающей, и вы поговорили, и конфликта не было. здесь у меня, кстати, возникло вот такое чувство, что, может быть, вы, вы боитесь конфликта, может быть, вы боитесь конфликта. Вот. Если это так, то, конечно, я бы сказал, что со страхом конфликтов нужно поработать, потому что страх конфликтов, он, так или иначе, будет вам, будет вам мешать, ну, вот, позитивно. Если вы не научитесь, ну, как-то вот, спрониционировать себя в конфликтах таким образом, чтобы, ну, адекватно защищать свои интересы, например. Вот. Дальше. Идём дальше. Так. Слава Богу, я ещё, наверное, понимаю, что мы поговорили, и спокойно конфликта не произошло. Ну, вот. Так. Я понял, что на мысль просто не справится, и требуется помощь специалистов. Не хочу, чтобы такого постаралась. Получилось. Достаточно сумбурно. Излагают мифлифтек. Снимай конёк. Возможно, потребуется личная консультация. Спасибо. Возможно, потребуется личная консультация, но неформированность вашего вопроса, в том смысле, в том смысле, что с одной стороны, вроде бы, всё понятно. С одной стороны. Понятно, что вас беспокоит, и чего вы хотите, в принципе, понятно. В принципе, понятно. Но, с другой стороны, я не думаю, что вы будете отрицать тот факт, что есть некоторая неопределённость в том, что вы написали. Именно вот неопределённость. Она присутствует. Вот. Потому что, ну, как вы, например, будете выбирать специалиста по каким критериям. Да? То есть, по критериям, того понравится вам ответ или нет, или как. Ну, вот. То есть, тут как, тут как бы не очень, не очень, мне кажется, всё очевидно. Вот. Не то, чтобы прямо это всё должно быть каким-то определённым образом, но всё-таки некоторая неопределённость присутствует. В вашем сообщении я не могу на это не обратить ваше внимание. Ваше внимание. Вот. Я делаю это исключительно для того, чтобы вы лучше себя понимали. Я делаю это исключительно для того, чтобы лучше донести вам свою позицию. Надеюсь, что это, ну, я надеюсь, что вы с пониманием к этому относитесь, да, и воспринимите это нормально, а не негативно. Мне бы хотелось, чтобы вы им действительно помогли. Ну, чтобы вы себе помогли. С помощью психолога, да, с помощью психиатра, психиатра. Что бы я ещё порекомендовал? Вместе с вашей текущей девушкой обратиться на совместную консультацию. Вот. И вместе с ней проговорить какие-то общие проблемы между вами. Чтоб она, возможно, знала какие-то ваши особенности лучше и спокойнее, ещё более спокойно на них реагировала, чем она это делает сейчас. Вот. И так далее. Это, конечно, тоже было бы не лишним. Вот. Но, понятно, все зависит от вашего, ну, от вашего желания. Вот. 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 То, что я хотел вам сказать. Сейчас. На данный момент. На данное время. Вот. Я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь. Вот. На мой ответ. Потому что это было бы хорошо, это было бы здорово. Вот. Это было бы очень полезно. Вот. Ну, вам это было бы полезно для понимания какого-то начала работы над собой. Вам было бы легче таким образом двигаться дальше. Вам было бы легче. Благодаря этому понимать куда, в какую сторону, в сторону вам можно направить по сторону чего. Вот. Ну, я бы предложил сначала поработать именно с болью. да, проработать болевые вот моменты, которые у вас есть. Спрос проработать с болью, снизить ее, не снизить, снизить вот уровень боли, который у вас, несомненно, очень высокий. Вот. А дальше уже, вероятно, вам было бы легче самому двигаться в тех направлениях, в которых вы хотите. Удачи вам всего самого доброго. Будем на связи, обращайтесь. Не затягивайте с обращением на психотерапию. Удачи! 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 Удачи!